Священник рассказал, как отпустил грехи маньяку Анаприенко и не сдал его органам. Настоятель Киева Печорской лавры Павел рассказал, как однажды отпустил грехи маньяку Анатолию Анаприенко, который убил более 50 человек и не сдал его полиции. Об этом священнослужитель признался во время разговора с Оксаной Марченко. Он рассказал, что отпускал грехи Анаприенко до того, как его поймали. Маньяк признался священнику, что совершил убийство. При этом он призвал священника сдать его полиции, но Павел не стал этого делать. Был такой человек, который убил 56 человек. Он уже умер. Он пришел ко мне на исповедь в церковь в Нововолынске и говорит, я убил. Я говорю, ну осознай. Он, заявляй на меня, иди в милицию. Я говорю, я не участковый, чтобы заявлять на вас. Моя цель привести вас к покаянию, рассказал Павел. Он посоветовал Анаприенко не причинять больше никому зла, но слова священника его не остановили. При этом на суде маньяк сознался, что Павел его предупреждал, что если он совершит еще одно убийство, то его задержат. Настоятель Киева-Печорской лавры отпустил грехи маньяку Анаприенко. Видео, YouTube. Кто такой Анатолий Анаприенко? Анаприенко – известный украинский серийный маньяк, который в период с 1989 по 1996 годы убил 52 человека. Его жертвами стали 11 детей. Остается также большое количество инкриминируемых ему, но не доказанных, эпизодов. В 1996 году маньяка задержали. Изначально ему грозила смертная казнь, но потом приговор заменили на пожизненное заключение. В 2013 году Анаприенко умер от сердечной недостаточности в тюрьме. Напомним, убийц многодетной матери в Фастове не садят уже три года. Мы также писали о том, что в центре Киева водитель-иностранец убил пешехода ударом в шею.